Крымская таможня справилась на пятерку. Так оценил работу ведомства первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет на итоговом собрании с участием заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Сергея Комличенко. Лучших таможенников наградили памятными грамотами. Переходный период для крымской таможни оказался не самым легким временем. Первые месяцы в России ознаменовались переносом основной сухопутной границы с Керченского полуострова на север Крыма, а также реформированием самой системы работы. Однако к дебютному годовому отчету в составе новой страны ведомство подошло с хорошими показателями. Достаточно большая была разница в законодательной базе принятия нормативных актов и другие-другие вопросы, в том числе кадровая составляющая, подбор кандидатов и все остальные проблемы, которые вы прекрасно понимаете. Я считаю, что это достаточно серьезный эффект. И мне сегодня очень почетно говорить о том, что коллектив крымской таможни справился с теми задачами, которые были поставлены в 2014 году. Заместитель главы Федеральной таможенной службы России и вице-премьер Крыма Михаил Шеремет обменялись взаимными благодарностями от имени таможни руководству республики, а с нашей стороны представителям смежных силовых структур ФСБ, МВД и другим, отметил замглавы Совета министров и успехи наших таможенников. Безусловно, я хочу поблагодарить всю таможенную службу Крымского федерального округа за верность долгу, за четкое и правильное выполнение своих поставленных задач, пожелать вам благополучия, процветания вам и вашим семьям и успехов в 2015 году. От имени главы республики Сергея Аксенова лучшим сотрудникам вручили памятные награды. В крымской таможне продолжаются перемены. Сейчас штат ведомства укомплектован на 80% и главная задача – набор специалистов. Кроме того, необходимо закончить техническое оснащение пунктов пропуска на северной границе полуострова. Виталий Попачилик, Черемисин, Время новостей.